то вы должны свой бизнес с другой стороны посмотреть. Если вы же хотите другого уровня бизнеса и команду, то вы должны тогда намечтать, какого и как. То есть это вообще две разные задачи. Но если вы будете делать так, как вы делаете сейчас, вы получите этот же результат. А уже продолжительно это и получалось. А вы понимаете, почему вы ходите в ходе действительно... А какой численность штата у вас? Нет. Еще раз, вы уверены, что понимаете, почему люди уходят? У вас есть какая-то обратная связь от этих людей? Вы решили заранее, что у нас зарплата меньше, а там больше, и они уходят? Я могу сказать, что зарплата по результатам многих анализов фирмы, зарплата имеет значение, но далеко это не первое. Людмила, на разных рынках по разному ситуации? Далеко. Вот человек, когда работает на одном месте, это надо сильно постараться, чтобы он ушел оттуда. В этом формате принято считать, что все-таки цилиндр лучше знает, не инерция. Инерция есть. И чтобы преодолеть инерцию, то должно что-то произойти, чтобы они ушли. Какая может быть инерция не молодежи? Можно вот, видите, молодежь, 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 видите? Мощнейшая. Три копейки, да здесь есть, и знаешь, что делать. Она легче прерывается, но она есть. А все-таки штат, мало это там 100 человек, или там мало это один человек. Сейчас попробую сказать, человек 15. Человек 15, да. Вот сейчас. Ну, во время кризиса раза. Вот, я просто очень понимаю, потому что я работаю примерно так же. То есть я беру молодежь, их учу, и у меня уходит действительно очень много человек. То есть у меня текучка дикая. То есть я, допустим, я когда первый раз сделал первый набор, у меня, значит, 3 года назад, я отсмотрел там порядка 150 резюме, пригласил порядка 30 человек. Не порядка, а 30 человек. Значит, там, ну, человека 4 из них не пришло. Остальных всех я отсмотрел, взял 8. Из них сейчас осталось, значит, около 5 за 3 года. Вот. Ну, то есть, да, я на самом деле тоже считаю, что это хороший результат. Ну, это все безумно дорого. Потому что, то есть, ну, мы там считали, у нас там стоимость вот такого работника, она где-то порядка там 200 тысяч рублей получается. То есть вот для того, чтобы получить еще одного такого работника в компании, мы тратим примерно 10 тысяч рублей. То есть, ну, если раскидываем затраты на те, кто уходит. А за какое время? Ну, вот эти первые инвестиции, они в течение там первых полугода-года происходят. Потому что, то есть, ну, критичный, критичный переломный момент, это вот там год-полтора года. Но я понимаю, что у меня программисты, то есть, это, ну, очень высоко... Вот, я вам просто скажу, у нас там в компании там 3-4 человека, которые там входят там в топ-30 специалистов вот в определенном сегменте во всем мире. То есть, вот мы там за 3 года вырастили людей вот так. То есть, я понимаю, что это действительно там, ну, самые там высококачественные специалисты, да. А поскольку вы занимаетесь продажами, кстати, я знаю, что продажников очень мало. То есть, я не знаю, у вас вот какая ваша специализация, вот работников ваших, это кто? Это продавцы или это люди, которые там знают технику? Или это там, ну, кто это такие? Ну, первое, сервисные, если взять услуги, то это инженеры, которые знают технику, это первое... Инженер, который чинит? Который чинит, да. Менеджер, который по услугам, сервис-менеджер, который работает с клиентами, ему на конкретном услуге, ну, и продажник. Тот, который продает. И вот у вас наибольшая проблема с кем? Наибольшая проблема с менеджерами. С менеджерами. С теми и другими, да. Ну, да, по менеджерам я тут ничего не могу посверлить, потому что, то есть, у меня вот отдела продаж вообще нету. У меня, то есть, как бы... То есть, у нас все продажи тут по рекомендациям, поэтому я вот ничего не могу здесь сказать, как растить менеджеров. У меня есть два предложения, разные такие, да. Первое соображение это посмотреть на бизнес сверху. Не только на свой, вот личный, да, а вообще, что, кто еще торгует, ну, сначала в Новосибирске, потом в Сибири, в России, вообще тем же. Может быть, изменился вообще бизнес как таковой. Может быть, речка из этого места, ну, два, рыба уже вводится в озере или, там, не знаю, в аквариумах или еще где-то. И, ну, как у нас схлапываются многие бизнесы, да, которые переходят в интернет и так далее, какие-то вещи, изменения. И, может быть, проблема не в том, что не получается у вас, а в том, что бизнес уже другой, и нужно подумать чем-то, да. Не телевизорами, а компьютерами, так далее. Ну, я пробую, да, значит, не компьютерами, а чем-то еще. Вот это вот в общем. А второе по поводу людей, да, мотивация очень сильно меняется. И есть такая теория смены поколений, если вы берете в интернете много по этому поводу статей. Там, x, y поколения. Вот, x, это почти все мы здесь, которые сидим, которые, вот, несколько у нас представительные есть, которые до 28 лет, они относятся к y поколению. Но по прогнозам к 2014 году, к 2014 году среди работающего населения будет 50% этого поколения y. А у них вообще все другое, у них другая мотивация. Они работают больше на проектах, они там не мотивированы, люди постоянно работают на одном месте. И много-много чего другого. То есть это вот отдельная тема на несколько часов. И если вы хотите, чтобы люди у вас работали долго, были учитывать, ну, то это близ к вашим, допустим, вентилитету, скажем так, к вашим ценностям, то ищите других людей, не обязательно молодежь. То есть есть большой пласт, кстати, вот, вообще, да, который активен, даже вот, женщины, там, после 45-ти, там, и некоторые изностранных фирм увольняются, сокращают еще и из каких-то компаний. Они относятся на службу занятости. Мы просто сталкиваемся с такими просто звездочками, которые еще в силе, активные могут. Вот там иногда заказы поступают от клиентов, которые, ну, сложные какую-нибудь металлургическую, еще какую-нибудь продукцию или станки сложнейшие продают. И приходит какая-нибудь такая тетенька обмывая, она говорит, ну, что, мне же мальчишки нужны. И начинают лучше всех работать, у них до сих пор там работает именно женщина в возрасте, которая и продает лучше всех и так далее. То есть обратите внимание тогда на другой слой, на других людей, которым важно быть в одной фирме, какая стабильность они смогут у вас продавать. То есть посмотрите по-другому на вас. Условия работы можно посмотреть. Ну и вот у меня тоже, у меня есть такая, значит, проблема. У меня вот иногда некоторые вот там, ну, и вот из старших, так сказать, менеджеров моих, да, они тоже вот иногда говорят, мы типа вот работаем с молодежью и вот мы не можем больше платить. Я говорю, это неправда. Мы можем больше платить. То есть у нас там три года висит вакансия на 100 тысяч рублей. Ни одного обращения по ней не было. Ну да, там надо работать, там есть определенные требования, да, то есть, ну, я просто теперь очень четко понимаю, что такие люди есть только у меня в компании. Просто в Новосибирске больше таких людей, такого уровня нету, да? И меня профессионально. Профессионально, да. Вот, ну, ну, гуру Друпал. Друпал – это вот та платформа, на которой мы специализируемся. То есть, увы. Я просто говорю, что, то есть, ну, вот, может быть, вот этот стереотип, его тоже нужно преодолеть, что вот мы не можем платить больше. И причем его должны в первую очередь преодолеть менеджеры в компании. Может быть, ну, в начале директора, а потом менеджера. Потому что, то есть, если к вам придет там человек, который там поднимет там все ваши там продажи там, 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 в 10 раз, почему это вы ему не сможете больше платить? Вот, 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 на момент приема или в момент собеседования приходили люди нормальные причем. И вот этот вот у меня вкупор, а где возьми деньги, чтобы его платить? Я вижу хороший человек, и вот это вот я не могу перешагнуть. А вот это другое. У меня тоже есть такая проблема. У меня тоже есть такая проблема, потому что вот приходит человек, допустим, и вот надо понять, вот, ну, допустим, он просит много денег, допустим, там, 50-60 тысяч, да? Вот. Вот я реально пойму, стоит он их или нет, через 3 месяца только. И то, при том, что я со своей стороны все сделаю грамотно. Грамотно выделю ему зону ответственности, грамотно ему там поставлю задачи все, чтобы он не простаивал там, да? Вот это все. И получается, что вот этот риск очень большой. Он как бы не одна зарплата, а получается 3 зарплаты. Понять, нормально он или ненормально. А среди менеджеров, они же все такие умники, они себя продавать умеют, как бы, может быть, продавать не умеют, а себя продавать уже умеют. Поэтому с ними вот очень тяжело. Вот, может быть, Светлана что-то, как бы, скажет, что с этим делать? Рекомендации нужно собирать. Рекомендации есть о людях? А у меня вообще, как бы, ну, то есть проблема другая. Я вообще людям деньги платить не могу. Нет, социальные инициативы. Но тем не менее у нас есть 5 людей, которые целый день, как бы, работают, ну, вполне можно из-за денег. То есть они чем подписываются, я как считаю? Ну, вот перспективы роста, допустим. То есть эти люди не которые работают, вот, одну и ту же работу делают, а эти люди, которые направлены их усилия на расширение наших горизонтов, наших возможностей. И поэтому люди в это вкладываются, и им и деньги не нужны. Ну, сейчас они, им нужны они, но вот они знают, что они их сами вот. Вот, да, здесь другая ситуация, то есть если вы там готовы поделиться с ними именно бизнесом. Да. Если вы готовы поделиться бизнесом, тогда, как бы, можно вот на такой мотивации. Но это тяжело еще найти таких людей, но... Да, тяжело. То есть некоторые говорят, что вот, да, я буду работать, там, и мне доля в бизнесе нужна. Я сформулирую, скажем так, в наиболее жесткой форме то, что уже несколько звучало. У меня есть гипотеза, что вы, во-первых, не знаете мотивации собственных работников, а во-вторых, вы не знаете мотивации тех работников, которые от вас уходят. Ну, я не могу сто процентов быть уверенной, но... Кирилл, и, не знаете, и... И нужно поставить задачу себе выяснить все-таки мотивацию ваших работников. В ваших работниках мотивацию выяснить очень просто. Сделать грамотный опросик. Уволенных работников будет уже чуточку сложнее. То есть вы понимаете, вы заранее поставили себе деньги, деньги, деньги. Причем для вас деньги – это не ваш мотиватор, я. Потому что ваш мотиватор – это семья, окружение, группа. Вы заранее обозначили своих работников как незнакомых вам по мотивации и заранее решили, чем они мотивированы. Повторяю, это предположение. Это даже не гипотеза, а предположение. Ну, подумать следовало. В развитии вам нужно, с моей точки зрения, я бы опросила тех, кто у вас сейчас работает, что для них ценно и почему они у вас работают. То есть и таким образом вы поймете, что находят ценного ваши сотрудники в вашей организации. И тогда вы сможете, вновь пребывая, у них есть эти ценности или нет. Если у них такие же ценности, как те, которые работают и остаются особенно долго. Людмила, я здесь вот как бы вступлюсь против вот этого тезиса за Галину. Почему? Потому что, когда работаешь с молодежью, то есть у меня люди в компании, значит, у них, то есть, моя задача – поменять их ценности. Потому что они, когда приходят, они, я вот уже там говорил, что у них там, они вообще не уважают труд. Вот то, что сейчас воспитано, потому что, то есть, вот это Сергей Степанов, очень хорошо на эту тему говорит, что, значит, ну, вообще, как бы нам сделали очень большую подножку, потому что в школах убрали дежурство. Что это значит? Это вот про поколение Y. Что это значит? Это значит, что вот когда вот у нас было, да, то есть я, допустим, там, сколько там, раз там в две недели, да, или раз в три недели, был дежурным. Что это значит? Это значит, что в мою дежурство, ты попробуй там это самое, что-то насори там, да, потому что, то есть, ну, начинаешь уважать свой труд вначале, да, и потом постепенно появляется уважение к чужому труду. А они приходят, у меня, допустим, массовое собеседование приходит, я потом выхожу, а у меня вдоль косяка жвачки, 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 жвачки. Или там они там сломали там степлер, там, допустим, там, да. Ну, ты возьми, скажи, я сломал степлер, он копейки стоит там. Нет, надо так сделать вид, как будто он не сломан, да. То есть, там, ну, то есть, они просто приходят, они, с нашей точки зрения, они инвалиды по ценностям вообще. Вот, и то есть, ну, и с ними нужно работать, их нужно постоянно менять. И вот, ну, я там веду постоянно эту работу, там, и там каждые полгода, ну, происходит переформирование, переформирование, переформирование. Поэтому спрашивать их, что у них там за ценности, и искать по таким, вот, в случае с молодежью, мне кажется, что не сработает. Саш, ты совершенно правильно говоришь. Ты говоришь про, так сказать, поведенческие вещи. Да, и про, так сказать, их отношения к жизни. Ты абсолютно правильно говоришь. Но если есть люди, которые работают уже там 3-5 лет, да, то, десяток лет, то точно эти люди, которые работают долго, да, они здесь удерживаются почему-то. Так, а нельзя, вот в студентах нельзя диагностировать вот те качества. То есть, это получается, либо действительно нужно нанимать вот более взрослых людей и мерить по тем же ценностям, да? Смотри, если я не хочу, например, напрягаться и заниматься воспитательной работой, да, то я все равно среди тех, кто приходит, я все равно могу выделить, вот, у кого есть такие базовые. И я тогда вкладываю не напрасно свой труд насчет жвачки там и уборки помещения. А если я изначально беру людей, у которых вообще вот этих базовых… Ну, окей, 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 согласен. И вот среди этих базовых – это вот там благодарность одной из таких вот вещей. Потому что, то есть, ну, вот я это тоже там для себя уже отловил, потому что если ты с какого-то момента там отлавливаешь, что человек неблагодарный, даже вот там если ты в него уже много вложил, и там встает какой-то очередной вопрос, там вот недавно одного человека уволили, все, не жалко. То есть, я понимаю, что мы в него много вложили, что он уже как бы там приносит пользу, но вот он поставил еще раз вопрос по зарплате. Все, я понимаю, что у него нет благодарности, я в него еще раз, буду вкладываться в него через там там три-четыре месяца опять станет этот вопрос и как бы все до свидания благодарность ко мне и поэтому они не могут на меня когда они понимают что они не могут принести мне это связи с чем я буду платить им больше они не могут этим образом меня надолить они это понимают то же время они приобрели от меня те знания те умения которыми они где-то в другой более финансово благополучной среде получат большие деньги они просто мягко оставаясь со мной в очень хороших отношениях уходят но это контракт это контракт который например а вот такая компания как северсталь заключают со своими сотрудниками которые приходят и она их учит чему-то скажи как 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 вот этот контракт вот как вот сделать так чтобы он работал но контракт заключается таким образом что человек и ты говоришь ему до какой квалификации он доходит работая у тебя и приобретает и оцениваешь сколько например 200 тысяч да тогда человек если решает уволиться ранее чем он принес тебе прибыль на эти 200 тысяч как ты считаешь он должен либо выплатить эти деньги до либо отработать определенное количество лет с определенной эффективностью вот насколько это работает это через суд его можно заставить работать если это если если он если он если он если он уходить хорошо я его заставлю остаться он будет сидеть балду пинать смотри если он нет это же это же контракт если он решил уходить ну видите если я не могу сказать но я знаю что нам не на что дело в том что ну вы знаете как у нас трудовое законодательство устроено слава богу что не все сотрудники знают это и это так сказать очень громко учится ну мало ли что они учат вообще у нас конституции записано и в про в праве вот в этом гражданско что договор как таковой он имеет приоритет как бы он не был заключен поэтому если вы с работником заключили и вы показали что там есть финансовая оценка ваших вложений то по крайней мере он должен вам вернуть эти деньги это нормально но почему довой контракт контракт конечно правовой договор не не в рамках трудового закона в рамках договорных отношений града гражданско правовой характере мы заключаем ученический договор и трудовой договор параллельно очень низком договор в течение трех месяцев у меня работаешь я тебя обучаю я плачу по ученические твои и потом если ты течение шести месяцев увольняешься по законодательству могу эту сумму тебя возместить ну то есть есть разные способы но вот у меня такое же впечатление что вам просто саму нужно понять внутренне я приглашаю вас воскресенье да у нас это время уже закончилось вот и это самое позже переворачиваем не по теме очень важную тему что трудолюбия нет у людей уважение труду вот как бы даже но мы это формулируем трудолюбие то есть одно из важных качеств который почти все клиенты говорят чтобы они труд любили до трудолюбия это вообще из головы из понятия вообще это термина шоу и вместо этого что насаживается везде как лучше отдохнуть как вкуснее поесть и так далее все вокруг да вот другого потребительского характера и каждый из нас своей по мере силы до начинает возиться воспитывать насаживать или иные ценности и если какие-то ценности но раньше бриком социализме одно было сейчас там слава у семейные ценности как-то везде фильмы хорошие показывать начали и так далее посети родителей напомни и помоги то есть если у нас есть связи с радио еще с чем-то давайте как-то себе помогать в этом и что-то какие-то передачи проводить сами сами или им как-то кому-то подсказывать чтобы чтобы нам воспитывали еще и внешне через интернет через радио каким-то образом вот эти вот ценности а не только где я надавая лежу и что я вкусно жую непонятно как это побороть потому что вот это ну то есть понятно дело что вот эта пропаганда потребительства там просто там там бешеные деньги там триллионы долларов пропаганды потребительства как этому противостоять совершенно непонятно вот это да это какие-то вот клубные движения какие-то клубные движения только только так но вот у меня допустим сейчас появился выход на эти вот молодежные получается издательства у нас один из участников клуба он отучился на журналиста и у него как он не говорит чуть ли там не на все эти молодежные издательства крупные у него есть выход поэтому как вариант вот смотрите реклама потребительства да она через что идет они будут да они будут и перейдут на какие-то истории то есть я так понимаю что и бороться с ними теми и на самом месте сложная тема сложно это сложнее насколько я понимаю тема потому что если есть это все вероятно почему зажигалось на это союз разборяться за того что можно подумать поговорить с ней собственно говоря тенденция это это движение началось еще не вчера если возьмете наших классиков помните как мужик двух генералов накормили если есть возможность ничего не делать если есть возможность ничего не делать и чтобы все было то человек обязательно это сделает получается опять же если мужик двух генералов накормил мужика тоже было возможности накормить ну про это не помнишь эту сказку как раз опять к теме сказок что два генерала приехали ходят со своими там орденами прям отдельную тему извините ли было прям вот там где скатерть самобранка да то есть это все само-само там по щучьему велению это сам да вот эти вот прям отдельную отдельную серию про уважение к труду да нужно подавать так сказки про труд скатерть самобранка по щучьему велению Иванушку разберите этот человек это не тот который в Европе это не генерал а скорее мужик который накормил генерал то о чем вы говорите в Европе было произведено в эпоху реформации там несколько миллионов погибших сотни тысяч сторонников этой идеи которых тоже крушили а мы сейчас тут в шестером сделаем в России реформацию да и в двадцатером я что-то как-то сильно сомневаюсь там вообще про человека было там вообще про человека было вирусы пишет один человек да переходите на линукс переходите на линукс а что там у своих вирусов нету там вируса так давайте вернемся к регламенту у нас остался Евгений с выключенным проектором который уже включался он теперь не выключен ты определился с форматом? да у нас совсем чуть-чуть осталось да что я пешочком метро вот 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 мастер сказок на ССП отправляй. Завтра начинать. Нежели прям совсем нежели, да? Девчонок, пошли, скажи им, кто пойдет. Если я второй раз отправлен на ШСП, так же за день на ШСП, меня просто уже там... Это возможность. Это возможность. Хотят, не хотят? Нет, я предложу, конечно. Предложи, может быть, девчонки захотят. Это же прорыв. Время уже прошло. Жень, а мне дашь? Ну, конечно, но у вас-то такое русскую краску было, что... Нет, 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 этого нет. Я же, видишь, можно сказать, только приехал сейчас. А вот эта вот штучка, она... Это все продается? Вместе, да. Приходи в воскресенье и возьмешь. Сейчас это продается. Ну, там одна из книжек моя, вот, которая здесь будет. Не знаю, да, из них моя? Одна из них твоя. Вот эту можно взять? О, ты определись, где твоя. Я думаю, что вот так. У меня вот эта книжка поможет. Странно. Странно. Дальше это...